Просто я переживаю, чтобы мы в феврале 2017 года не оказались. Вот за это я переживаю. И, кстати, многим бы рекомендовал переживать именно за это. Российский пропагандист, известный военкор Дмитрий Стешин заявил, что если Путин и дальше будет действовать так, как он действует сейчас, то Россию ждет развал фронта и повторение революции 1917 года. В ходе эфира ведущий спросил Стешина, что он думает по поводу возможной заморозки конфликта и насколько такая заморозка войны с Украиной вообще является реальной. Мол, Путин специально даже ядерную доктрину России изменил, чтобы все испугались и стали с ним договариваться. Каковы перспективы, скажи, пожалуйста, вот к текущему моменту, несмотря на все заявления, есть все-таки предпосылки к условной заморозке этого конфликта. Время от времени мы к этому разговору возвращаемся. И прямо сейчас есть мнение о том, что Владимир Путин доктрину-то немножечко изменил, как раз для того, чтобы на Западе почесали и предложили именно какие-то переговорные позиции. Внятные, конечно, для нас вменяемые. Но Стешин, похоже, не очень верит, что на Западе кто-то испугался изменения российской ядерной доктрины. Он заявил, что с Путиным никто не пойдет ни на какие договоренности, если он, конечно, в самом деле не нанесет ядерный удар. И Стешин предложил нанести такой ядерный удар по польскому городу Жешев. Думаю, этот фрагмент особенно интересно будет полякам посмотреть. Меня напрягает всегда эта вера в договора, доктрины, какие-то подписанные бумажки. Если за этим нет каких-то реальных, очень жестких действий. А что ты имеешь в виду под жесткими действиями? Ну, доктрину изменили, так примените ее разочек. Всем известный польский аэродром Жешев, через который идет поток оружия, который убивает наших людей. Это все. Уже какой год. Мне так нравится, как у них все запросто. Говорит, ну так примените ядерное оружие. Типа, что мелочиться? Давайте жахнем по Польше. О том, к чему такая атака на страну НАТО вообще может привести. О том, что она может Россию, например, к катастрофе привести. Стешин, конечно, не говорит. Он ничего не говорит о том, что, естественно, будет удар в ответ. Что, ну, как минимум десятки тысяч россиян погибнут. Это как минимум, да. Могут в итоге там и миллионы погибнуть. Об этом он тоже не говорит. Потому что, ну, когда вообще эти пропагандисты считали человеческие жизни, жизни мирных людей, им 10 тысяч сюда, 20 тысяч туда. Вообще по барабану, сколько там людей погибнет. И характерно, что тут даже уже ведущий не выдержал. Он стал спрашивать. Стешина, погоди, а ты, говорит, не боишься, что, ну, как бы такая атака на Польшу, да, я дергну удар по Польшу, он вообще-то может привести к краху России. А ты не, скажем так, не боишься, не переживаешь за то, что НАТО таким образом, ну, будет вынуждено по-настоящему вступить тогда в войну. И тут военкор Стешин выдал крайне любопытный ответ. Он заявил, что переживает не столько из-за войны с НАТО, сколько из-за того, что Россия может оказаться в феврале 1917 года. То есть фактически признал, что существует большая, неиллюзорная вероятность повторения событий февральской революции. Когда, как мы помним, поражение российской армии на фронте в Первой мировой войне, большие потери привели к тому, что авторитет власти рухнул. И эту власть просто тогда снесли. Царя свергли. Когда же ведущий спросил Стешина, а что заставляет его так мыслить? Да, то есть на основании чего он делает такие выводы? Почему он решил, что к этому все идет? Стешин заявил, что если он расскажет правду, то программу просто закроют, а его самого лишат аккредитации. Да нет, я просто переживаю, чтобы мы в феврале 1917 года не оказались. Вот за это я переживаю. И, кстати, многим бы рекомендовал переживать именно за это. А какие предпосылки именно? Почему ты ссылаешься именно на этот исторический период? Вот. Что схожего? У нас Владимир Путин, насколько я понимаю, отрекаться от престола не собирается. Извините, пожалуйста, за такое сравнение. Минута у нас. Ты все-таки хочешь, чтобы радио закрыли, да? А меня лишили аккредитации Минобороны. Ну, подумайте сами, найдите сравнение. Ну, товарищи читатели и слушатели. Вы найдете эти сравнения и обеспокоитесь. Стешин открыто проводит параллели между тем, что происходит сейчас, и между тем, что происходило во время Первой мировой войны. И раз он сам проводит такие параллели, мы можем сказать, что действительно есть какие-то очень похожие процессы. Напомню, что тогда, во время Первой мировой, Россия тоже поначалу успешно наступала и занимала обширные территории. Вот только эти наступления ей давались очень большой ценой. Ценой очень больших потерь. И из-за вот этих потерь, из-за скотского отношения командования к личному составу, вот этот личный состав, то есть солдатские массы, очень быстро разочаровались в этой войне. В такой бессмысленной и очень кровавой бойне. И, собственно, началось массовое дезертирство. Армия начала разлагаться, фронт стал разваливаться. Соответственно, рухнул авторитет царской власти. Ну и дальше вы знаете. И поскольку Стешин находится в середине процесса, он вхож в российскую армию, он в военкор, он явно видит ее изнутри. Он, очевидно, видит что-то такое, что дает ему основания проводить вот эти параллели с 1917 годом. Он понимает, что ситуация очень похожая. Да, он не говорит об этом прямо, что ай, все, капец, завтра все рухнет. Но мы видим, что он намекает, что он боится, что эта ситуация, февраль 1917, этот развал, революция, свержение власти, он может повториться. А почему Стешин так говорит? Да потому что он знает ситуацию. Он ее видит своими глазами. То есть мы видим, что у таких людей, которые реально в теме, которые реально видят, что происходит, у них нет никаких победных настроений. Этот военкор не кричит, ура, да, завтра мы победим, идем вперед, все, армия набирает ход, наша военная машина сильна, как никогда. Ничего подобного нет. То есть он, наоборот, говорит, что нужно или там жахнуть, то есть такой жест отчаяния, или все, конец. То есть у него настроения непобедные, он, наоборот, говорит, что ситуация, по сути, на грани, да, что ситуация может повториться 1917 год, то есть ситуация близка к развалу. А это, согласитесь, очень интересный сигнал, который нам дает понять, что происходит на самом деле. И какой ценой, на самом деле, обходятся Россия все вот эти наступления. Да, она тоже идет вперед, вроде как захватывает развалины каких-то городов, поселков, сел, но при этом теряет колоссальное количество военных. До нас постоянно доходит информация о том, что российское командование жестоко расправляется со своими же подчиненными, которые отказываются ходить в атаку, да. Что там очень серьезные такие настроения, я имею в виду упаднические в этой армии, они отнюдь не ура патриотические, не победные. И вот российский пропагандист, российский военкор фактически это подтверждает косвенно, да, он там не дает нам фактов, потому что он пропагандист. Но, тем не менее, по его высказываниям это становится понятно. Если бы скорость освобождения сохранится, нам понадобится 5 лет, чтобы освободить Донецкую область. Бывший народный депутат Украины от партии регионов Олег Царев дал интервью российскому радио «Комсомольская правда», в котором с грустью признал, что не впечатлен нынешними темпами наступления России. В ответ на вопрос ведущего, какой вариант перемирия с Украиной устроил бы Россию и когда Россия вообще сможет победить, Царев заявил, что если даже Россия будет наступать так быстро, как сейчас, то на захват одного только Донбасса у нее уйдет лет 5. Поэтому ни о каком захвате Украины, которому неоднократно призывал сам Царев, можно и не мечтать. Спасибо за просмотр!